Всем привет! С вами канал Куд Ченнел и в этом выпуске я сделаю обзор военного грузового автомобиля КРАС-6316. У данного грузовика колесная база 8х8, полноприводный. Сейчас сделаю обзор внешнего вида. Данный грузовик начали разрабатывать в 80-х годах. На конвейер его поставили в 87-м году. Целых 7 лет проходились испытания, модернизация данного грузового автомобиля. Продолжим его испытывать на бездорожьей бедре в Пентайр. В 84-м году было 4 модификации, которые решили в Советском Союзе не испытать. И по завершению испытаний с 4-х 2 модификации прошли на конвейер на массовое производство. Производится данное автомобиль и по сей день с 87-го года, только уже в другой модификации, новую модель, маркировка 76-34. Возможно в дальнейших выпусках, сделаю обзор данного грузового автомобиля. Хочу немножко рассказать о технической части КРАЗа, 73-16, прошу прощения. Он комплектовался с 3-мя видами двигателей. Было 290 лошадиных сил, 360 лошадиных сил и 420 лошадиных сил. Наше топливо уже закончилось, сейчас мы вернёмся на базу. Тот, кто мод делал, не решился сделать большой баг, который есть. Так, дальше. Значит, комплектовался с 2-мя видами двигателей от ЕМЗ. Основной двигатель был на 360 лошадиных сил. И максимальная грузоподъёмность данного грузового автомобиля составляла 15 тонн. При своём весе, там, вроде бы, если не ошибаюсь, в 11 тонн. Но могу ошибаться. Очень проходимый грузовик используется как военная техника для перевозки другой военной техники, людей и так далее. Уже там ряд модификаций есть в данном грузовике. Этот мод, кто разработал, не учёл, что в нём стоит 2 бака по 350 литров. И кто-то сильно ошибся, потому что установил мод с баком в 100 литров. И топливо он просто невероятной скоростью жрёв. У новой модели тоже двигатель под ЕМЗ. И вообще, много запчастей в данном грузовом автомобиле под ЕМЗ. С таким топливным баком, конечно, жалко. Я не смогу вам сделать хороший тест-драйв его по бездорожью. Сейчас мы посмотрим. Топливная цистерня у нас 0. 0.1 литров, к сожалению. Вот такой вот грузовой автомобиль. Давайте ещё раз на него посмотрим. Здесь ещё по технической характеристике было очень важно разработать саму вот эту вот кабину над двигателем. Это была самая основная задача перед тем, как вставилась в разработку данный грузовик. Его второе название Сибирь. На данном этапе я буду завершать этот обзор грузового таймвеля КРАЗ-6316. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Об этом грузовом таймвеле понравился он вам, либо нет. Ставьте лайк. Всем пока.